итак всем привет мы продолжаем проходить бесконечное лето и это 20 часть хотя правильно помню вроде 20 вот мы сегодня закончим юлии скорее всего вот так же ну не писали про история но пионера вот то есть у меня тут дед я не устанавливал это было вместе с игрой имя что касаемо рута с женей то я же говорю его нету но есть только в этом аду как я понимаю ну ладно сыграем хотя не очень хочу это делать также про концовку то что нужно не соглашаться здесь юлия там что-то там не совсем так вроде как если соглашаясь другая концовка идет которая при достижении всех рутов давайте сделаем ладно мне сохранение принципе есть вот это вот как следующий шаг как раз продолжить путь вот ладно окей идти вперед нажмем нажмем вот это их черт этого совенка не существует никого лагеря пионеров и уже все равно почему мне занесло туда главное выбраться да поскорее пойду дальше пожалуй плечами стараясь показаться максимально не заинтересованность юлия все время внимательно смотрел на меня но затем сделал несколько шагов вперед словом приглашал следовать за ней ну так ты идешь я так не сделал если что кажется вперед весь день мы приблизились городу хоть немножко хоть на пару сто тел метров уже почти уверил том что суждено дойти до него как друг сзади послышали звуки нам стремится пробежать автобус и карус протекая ночную тему ту ярким цветом фар я благоразумно отошел к обочине вот еще юлия рядом не оказалось и как только у нее получается так незаметно исчезать и появляться автобус медленно остановился рядом со мной открыл дверь и из нее вышла ольга дмитриевна имен почему не вернулся я же тебя просила я тоже могу спросить вы говорили что случилось что-то серьезное сами ладно внезапно случился на на автобус так что а каждый город вот мы едем чтобы узнать что там происходит я колебался с одной стороны на автобусе действительно быстрее а по этой дороге похоже до города все же можно добраться другой же поведение вожата выглядела странно хотя пока нам по пути хорошо согласился я и сел в автобус и карус мирно подпрыгивал на кочках медленно двигаться в сторону поинтного города даже слишком медленно как по мне и настолько устал что глаза начали закрываться сами собой а как же юлия я вот так просто оставил ее там одну и ведь в этом автобусе кажется поместились и пионеры бывшие совенки может быть она хотела что-то мне сказать впрочем как я не боролся с морфи перспор минут постепенно сиденье окружающими был услышан как только мой раз как стыг рад пинге закончилась или нет это хотел выбраться так отчаянно старался не спать неужели всему виной усталость нет вряд ли мне словно вели снотворное но не могут люди вот так просто отключаться я же не страдаю на нарколепсии мысли мысли неслись быстро спокойно к широкая безбережная рука барика их полету не мешали внешние раздражители потому что я спал но в то же время как будто бы находился в сознании вот сейчас открою глаза и квартира на меня смотрел облупившийся от старости потолок большая продольная трещина разделяла разделял его над вы грозясь обрушить все верхние этажи мирно натужно ушумел кулер компьютера в воздухе кружились тысячи пылинок даже красиво словно в некоторых неком подобии танца а за окном за узнавала за у него был был ветер облинул за линденевшие стекла и уносился вдаль закручивая хоровод и снежинок на мой мир весело подмигивая смотрел луна яркая но по-зимнему холодная в голове звенела она была тяжелая слегка окружилась а во рту был мерзкий привкус словно накануне съел пепельницу и запил бутылкой водки откуда узнает словно что это осознание пришло не сразу как будто я вчера забирался куда-то ехать а потом и местница странный сон про лето про лагерь про пионеров вожатую про странную девочку кошку и далекий город я постоянно забываю конец своих снов когда брат добрался до города или нет но подождите точно это был сон ведь я провел в этом лагере почти неделю чё-то музыка как при концовке с леной по-моему плохой однако часы были со мной не согласны по их подсчетам прошло всего около 12 часов я сел на кровати и принялся вспоминать чувства и эмоции были по-настоящему живыми но события этого сна словно заголовок дым заволокло дымкой я помню девочек помнил их слезы и улыбки помнил радость и грусть которые мы пережили вместе но вот лица и фигуры как будто скрывался по сумару а еще какая-то шахта бомбоубежище а потом остров а потом отъезд эти чертовы кузнечики которые мешают спать и славе и лена и алиса и ульяна и маша маша и юля но было что-то еще что-то за пределами сна моя жизнь после словно новом уровне существования ведь и много раз просыпался встречал этих девочек наяву а потом сначала такой огромный объем информации просто не укладывался у меня в голове память была переполнена каждую секунду что-то забывалось я перестал понимать что реально что нет те события в лагере слились в одну причудливую картину как калаш просто составленный из работ сотен художников разных стилей обрывки чувств тени эмоций куски воспоминаний мою жизнь разорвали пополам и умело сшили обратно а в итоге получилось что-то вроде той увечье увечной куклы которую мы нашли с ульяной в старом лагере и хиросе то все все концовки помню подождите или со славей перед глазами вдруг во всех подробностях пронесся тот ночной поход на поиск из шурика но при этом я даже не мог вспомнить лица девочек которая была со мной рядом тогда с каждой секунды со становился тумане неужели вскоре он вообще забудется нет нет не хочу я не должен помнить а я должен помнить наоборот пусть даже без подробности пусть даже без лиц и возможно без имен ведь это не просто сон я знаю точно это нечто больше нечто очень важное для меня в голове начал звучать голос как будто бы не мой чужой сначала тихий далекий с каждой секунды установился все громче а вскоре я почти все смог разобрать слова но это были скорее мысли в одном электрическом импульсе сосредоточились больше чем тысячи книг я вспомнил что во сне осталось какое-то незавершенное дело город но нет до города я бы я вроде бы добрался юля из глубины сознания всплыл образ девочки-кошки она грозно смотрела на меня и смешно шевелила ушами то есть это был не сон недели проведены в лагере не сон я прошелся по комнате выглянул в окно окружающий мир был такими же как обычных а вчера еще немного я сойду с ума тишину моей квартиры нарушила противный трейд вернул звонка и кому только понадобился такой час начала я не хотел открывать даже испугался но потом подумал что это отличное возможность проверить они сон ли это ведь люди во сне и люди наяву где большие разницы вот сейчас открою дверь и узнаю едва в два прыжка я оказался прихожей раком дернул ручку даже не посмотрев глазок и я так понимаю это да но и пылку хера я планировал концовку записывать но она была вроде как оговорена сейчас секундочку откройте за что на этом мониторе вот спасибо на пороге стояли девочки это концовка должна была быть после всех круто вы реклама какая-то не совсем то что надо ну ладно я думал это после июля то смогу есть по-другому сделаю просто ладно ладно окей я забыл кое-что сделать вот так вот поп поп ждем записывается и самые из лагеря но в них как будто бы что-то изменилось я не помню во всех подробностях и внешне сна однако прическа славе и ульянка словно стало выше на несколько секунд повисло тягостное молчание я просто застыл мысли остановились не было ни страха никаких других чувств кстати тут сказано то что это концовка считается вера тут истинным финалом то есть главный финал который должен быть несколько секунд повисал тягостное молчание я просто застыл в мысли остановились не было них ни страха никаких других чувств а девочки как будто и и удивились вовсе привет весело сказал славе ну что встал не родной подскрикнул ульянка как вы здесь я с трудом подбирал слова но вот составите из них осмысленный вопрос не получалось без столько всего хотелось узнать сразу подождите девочки нельзя вот так человека пугать я тут же вспомнил лену нашу жизнь после лагеря и славе тот разговор ночью на остановке и ульяну нашу встречу в институте и алису на моем концерте и даже машу в другом мире но как да пожалуй короче начала алиса бойко ты не удивляйся так не начала думай ты думал ты там один был давенки да да в совенки так вот не один и мы там были и мы но как вы все здесь и все вместе дело в том что у каждой из нас был свой лагерь а в час свой то есть в наших ты вел себя по-разному еще как по-разному за мной стартом этим гонялся еле убежала так получилось что мы раньше вспомнили и поняли что это не просто сны подождите но как же весь прошел всего один день нет это все продолжается куда дольше сначала я тоже думал что сми про лагеря снятся только мне но потом люди оттуда начали становиться реальнее и начал он глубоко вздохнула эти ужасы казалось ли она была готова расплакать да хватит тебе тысячи раз уже говорили что это не он и а какой-то другой семён как же другой семён понимаешь этих снов много лагерить много у каждого свой и в каждом ты видишь себя по-разному где это даже вот так она грустно посмотрела на лену и продолжила ноги твоплощение рассказали на про другие лагеря и других нас но там ты лишь куклы потом ли мыши куклы пополняющий определенную роль я вот никакая не кукла возьмите у сульяна нулин нам это так надоело конечно же и начали искать выход и вот однажды я попала в мир мику не вызывай меня так но ведь я помню там лагерь был совсем другим мы снимали фильмы и какая разница все равно сон шел по кругу смысле ну и потом нам удалось связаться стали миры в один для нас пятерых дальше делать техники а алиса улыбнулась и я узнал в эту улыбку осталось найти тебя а друг друга нет найти меня зачем нет конечно не был против наоборот все наконец-то стало на свои места соленок пионеры вожатые эти девочки а юля то юля девочка кошка вы разве не видели да там кажется что такое говорили как же так до сих пор чувствовал что в нем чем-то виноват перед юлей вот так ты получи получается что у нас у каждой был только один мир а в тя их было много а потом мы поняли что с реальностью связан только ты классно так поняли нам стал пионер ну то есть и который заявил что томс не уже давно давно да очень странно тип больно какой-то все сказано имени укладывался у меня в голове ладно подождите я собрался мысли в кучу то есть этот лагерь не сон и это все продолжается уже давно лагерей много везде есть я и вы ну каждый из вас он один а у меня много нет не понимаю значит странно в общем это черта все так да хватит китнуть ты такой пучки ч весело же я вот никогда не в пионер лагерь не было например да и ты и вряд ли но кто все это придумал и зачем вот за этим и пришли чтобы выяснить но как вами нашли вдруг появились сомнения даже страх ульяну тут же больно щип ущипнула меня ай а то подумаешь еще что спишь это было несложно конечно твой как копии мог быть разговорчим если захотят или если их заставить что а у тебя же нож был точно и когда бы на поле тихо добавила лена так что сначала мы все познакомились на его а потом уже и пришли к тебе встреча гостей ну дела моя жизнь изменилась мгновение ока конечно не понимал это сон или сны как говорили девочки в таких подробностях но тоже чувствовал что лагерь это нечто большее он объяснил объединил нас сначала там а теперь здесь оставался лишь вопрос юлий но может быть я знал ответ может быть он просто забыл ты как забылось и многое другое ладно надеюсь вы в мир откажете все в деталях конечно мы за этим пришли ну тогда проходите что в дверях стоять чай кофе потанцуем добавил я стараюсь успокоиться и прийти в себя или сверху глазами ну ладно давайте танцы оставим на потом у них разве у всех такие глаза были у них от другие были я планирую концовку вы зря метод сказали топ это другое начало конец и и нет такой книги который при каждом новом прочтении открывались бы вещи на которые раньше не обращал внимание кстати да есть такое но у каждой книги есть и своя последняя страница перевернув которую мы ставим книгу на полку чтобы завтра открыть новую он такого не был вот так вот так называется гаремная концовка и открывается только если все концовки выполнить гарем мастер 80 левел на теперь то же самое только с юлей надо пойти с ней я не буду ничего говорить тебя там чел на заднем плане а да у них такие же глаза зеленые зеленые голубые голубые и красные урожи какие-то ну фигасе сценки меняется то как что это за бассейн был оля мне такого не было погоди ты должен кадр быть можно уже уйдите буквы нет план ведь обещал ничего не говорить вот и послушали музыку на так сохранение загружаем вот этот теперь идем с юлей это что-то у меня открылась погодите-ка минут это интересно алло галерея по тут все есть тут тоже тут тоже опа здесь нету чего-то нету а чего чего-то нету я не знаю и тут что-то нету а чего это может не быть вообще здесь все есть окей здесь чего-то нету здесь чего-то нету чего непонятно здесь много чего нету но это и очевидно я плохие концовки не делал так здесь есть все а это что такое тесак понял но здесь до хрена я даже знаю что не должно быть ладно 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 так ладно погнали что там сохранение загружаем вот это вот загрузить надо принять решение вернуть назад ладно с трудом выдвину я из себя удивилась юля ладно пошли ты же от этого ты бета ждала да она лукаво улыбнулась нет счета взял потому что постоянно говоришь что все повторяется через семь дней им не выбраться отсюда ну вот и проверим проверим значит почему бы не проверить для начала этот тот город тогда это тебе решать я внимательно посмотрел нее казалось юли что-то переменилось но не было понятно что именно решил уже все буркнула себе поднос когда идем девочка пошла кошка уверенно направилась через поле в сторону лес и и подожди ты куда так быстрее быстрее голове начались бешеной скорости носиться мысли сливаясь в одну которая вряд ли окажется приятный то есть ты все время я два прыжка догнал и и схватил за хвост время знал и что можно сюда дойти напрямик не петляя весь день юли хищный зашипел я скалился отпустил хвост нет то есть может и знал но тебе там нечего делать в этом городе в этом городе да почему не знаю просто это все не так про неправильно я не могу объяснить просто знаю я беру вернулся и посмотрел на горячие вдали огонь и огни интересно можно быть все еще хуже это чтобы сейчас все все катастрофически плохо но вдруг этот город никуда не денется а что там в лагере что означает слова ольги дмитриевны по рации если я уже решил то стоит ли сейчас колебаться ладно пошли мы шли по лесу почти всю дорогу лишь изредка выходя на пушку и в поле юли казалось чем-то необычно довольный может наконец объяснить что с тобой происходит просто это все так необычно потому что раньше все было не так семь дней а потом все за заново ага я уже слышал нас тут лишь улыбнулась в ответ что нам и что там случилось у них смотри вдалеке за деревья указались ворота лагеря мускул лишь шаг я сразу понял что что-то не так совенок выглядел покинутым можно было предположить что пионеры лагеря и спать но вскоре фонарей кроме фонарей свет нигде не горел да и почему на площади нас не встречала вожатый с отрядом химзащиты города не стать ведь пара цены говорил что что-то случилось не тут же спотела охватила необъяснимое волнение смотрел в сторону генды а там город города нет юли тоже выглядел удивленный по-настоящему удивленный так что я не стал набрасываться на нее с расспросами подбежав в домику вожатые на секунду остановился в нерешительности перед глазами проплыл страшный картин того что-то могло произойти однако тут же взялся в руки нет глупости все это конце концов пока что ничто не предвещал того что это фантастический роман превратится в кровавый триллер я решительно дернул ручку и вошел внутри никого не было ладно не стоит здесь задерживаться я бросился в сторону домика ульяны и алис без лишних раздумий несколько раз громко постучал в дверь однако ответом не не пришла стала тишина я обошел домик и заглянул в окно внутри было пусто ладно это еще ничего не значит может они куда-то ушли конце концов я побежал к столовой вдруг они все решили устроить поздний ужин однако дверь была заперта я вернулся на площади обессильно опустился на лавочку наберился блин она просто сидела и ждала пока я вернусь жесть хочу время то столько уже серьезно без интереса спросил юля все это время молча сопровождавшая меня и правда почему я так заткниковал хотя если что-то действительно случилось то ладно есть хочу пойду что-нибудь поищу не стал возражать и через пару секунд юля бесшумно скрылась ночи либо это какой-то дурацкий розыгрыш во что верил с трудом либо все действительно куда-то исчезли само по себе это событие не более странное чем мы попадали сюда чем таинственный город то появляющийся то исчезающий но я же привык этому лагерю его обитателям а теперь такое только более меня освоил в новых обстоятельствах а тут опять я вырвался и закрыл лицо руками возможно если бы я просидел так еще несколько минут из глаз потекли бы слез но барабаны перепонки чуть не взорвали от дикого шума похоже было на раскат грома но откуда на небе же не облачка открыл глаза и увидел перед тобой кого-то ты ты заикает на совершенно чистом небе греймел гроза а из-за вспышек молния не мог разглядеть лица пионера однако я был точно уверен что где-то уже слышал этот голос вот и уже тише спросил я может быть у тебя есть более подходящие вопросы куда все исчезли они сыграли свою роль и больше не нужны роль какую роль свою ну а город такой город не уверен послышал не уверен послышалось ли его голос удивление или мне просто показалось город там я махнул рукой в сторону генды а ты про это он замолчал на секунду это ты виноват я не понимаю потому что не стараешься конер повысил голос я я тебе же бить надо просто подумать просто подумать ты сколько уже здесь пять шесть дней или 26 6 наверное есть а почему 6 ты уверен что 6 а почему потому что посчитал количество закатов и восходов или посмотрел даты на мобильнике не знаю конер передо мной явно вышел из себя я совершенно не понимал о чем он говорит 6 ну ладно пусть будет 6 я сказал он спокойно и раньше ты здесь никогда не был нет и в этом ты тоже уверен не знаю если эти скажу что был я совершенно не представлялся как реагирует него слова сейчас со мной происходит примерно то же что и в первый день что-то необъяснимое пугающее возможно опасно но ведь не помню а чего бы ты должен помнить он замолчал и кажется задумался впрочем да не помнишь ну ладно тогда я тебе расскажу я с трудом разбирал его слова после раскаты грома глаза уже слезились от ярких вспышек но я боялся даже моргать чтобы пионер не исчез возможно он действительно расскажет как я здесь оказался теперь здесь уже не первый здесь уже не первый сколько точных витков у тебя не было я не знаю но не суть но почему я же не помню всего этого да и не должен не должен за орал он извини я решил больше не перебивать его не первый раз до продолжил он спокойнее но этот раз особенный он не тебя станет последним я не мог понять что в его понимание значит последний я выберу выберут отсюда вернусь к привычной жизни или после последний в смысле что я здесь и умру но это я так думаю по мере пионер надолго замолчал наконец-то решил задать вопрос откуда ты все это знаешь откуда может сказать что я твой коллега по несчастью и вдруг где-то рядом послышится взрыв похоже мол не попала в дерево буквально в нескольких десятках метров от меня в инстинктивную такую голову руками и упал под лавку не знаю сколько там пролежал но когда немного отошел от неожиданности раскат и грома прекратились несколько глаза на месте пенера ты у юли вот ты познакомился с коллегой на улыбнулся протянул миру от шока я не знал что делать и остался лежать долго планируешь там сидеть я койку поднес это был из двух сдал выбрать меньше то я бы был готов доверять юле чем этому таинственную пионеру но как бы эти сказать он задумался понимаешь ты тут не один такой точнее тут один но есть еще такие же лагеря много я там такие же ты как ты только тоже много я совершенно ничего не понял некоторые могут появляться других местах вот например как этот ой блин к подавился компот не залетел не туда аж это слезы пробила то есть ты знала но не говорила ты не спрашивал она пожал плечами не стоит его бояться я думаю что нет хотя так стоит или нет мое волнение все нарастало я сомневаюсь что он может причинить принимать физическую форму как полин но все равно с ним лучше и поаккуратнее буквально за минуту на меня клынул такой поток информации для осмыслений которые не хватило бы и недели однако при всем при этом я сейчас понимал что эта информация совершенно ничего не объясняет значит такие как я много да ну почему я мы попали сюда этот вопрос у меня точно ответа нет знает только что попал сюда именно ты точнее попал сюда один человек что чего и пунчур юля совершенно сейчас совершенно не напоминал ту страну девочку с ушами который посылал грибы с а ты пал грибы с сахаром наоборот и глазах читал с уверенностью даже некоторые самодовольство от прежней информации инфантильности не осталось следа но кто тогда ты я честно говоря не знаю и широко открыл рот и уставилась на нее как ты не знаешь все что я помню так как это сказал здесь точнее я больше ничего не помню как будто ничего до этого и не было я должна следить за тобой за всеми вами и существует одновременно во всех лагерях когда шок немного прошел я продолжу и при этом ты не знаешь что ты совершенно верно она рассмеялась но такое уже просто не может быть ладно я могу понять амнезии но ведь у всемогущих существ ее не бывает все сказал что если могущие разве нет на самом деле ничего не могу и не могу вмешиваться естественный ход событий но ты же знаешь видео что-то знаю что-то видела и что будет ну ты поняла и не знал как сформулировать вопрос ничего обычно происходит проходит семь дней один из вас уезжает из лагеря даже исчезает небо сказал а потом появляется новый и так по кругу количество лагерей при этом остается неизменным это мы уже проходили исчезает куда я не знаю не может быть такого и столько всего рассказала и думаешь я тебя что-то скрываю нет а бессильно сказал я наверное сейчас сомневаться и словах не стоило по крайней мере пока может быть они не исчезают а идут другой второй круг это вариант тоже скучать нельзя но все же я думаю что нет что-то сейчас со мной происходит и ты тут я не могут ничего тебе объяснить но я точно знаю что это должно было случиться и это что-то небе необычные события развиваются не так всегда про это говорил пионер может быть он знает больше чем я но как все это понять вообще я глубоко вздохнул и закрыл голову руками я думаю что мы вскоре узнаем ладно но все-таки кто-то такая юли довольно долгу птишьте уже сказала то есть у тебя потери памяти нет она задумалась скорее нет у меня этой самой памяти до этого лагерями и не было не существовало но и не закончил фразу учитывая все происходящее здесь степень допущения была огромна а значит не стоит удивляться и этой девочки с ушами так как наблюдательно здесь кстати извиняюсь подавился не очень и как наблюдатель здесь наверное думаю это слово лучше все подходит что счет того что все обитатели исчезли сыгра свою роль это ты о чем сказал пионер роль забавно пошевелил лучами от чего я невольно улыбнулся что-то в этом есть ведь настоящие здесь только вы я имею дают тебя пионеры всех остальных чего она не настоящая вот она именно поэтому она не могла появиться там в квартире как-то не знаю говорю же считаю что я появилась здесь с некоторым багажником знаний но они более есть вещи в которых я уверена а есть которых я знаю не больше тебя ладно с одной стороны и слова казались логичными из подобной ситуации о логике вообще может идти речь и что ты предлагаешь там делать дальше ждать смотрите еще из этого выйдет да ты же можешь никак ты же не можешь повлиять ни на что пробурчал эти поднос в любом случае время ужина она весело уднут махала хвостом как ты же ходила что-то искать так я сейчас 40 минут я продолжим но сейчас сейчас 20 погнали но ничего не нашла и не успела я увидел вспышкой молнии сразу бросился назад пойдем направил в сторону столовой лучше бы сидел со мной может и не был бы никакого пионера а если бы его видели не только я то осталось поменьше поводу сомневаться в своем и так изрядном шатнувшуюся психическом здоровье тупо люсил юля сел за стол и посмотрел на меня ну что ужин до ужин зиму я время было уже далеко за полночью хотя как ты стала вы открыла уметь надо плечи плечи мы же не забрали уточняйте не стал может спать пойдем готовь за безапелляционно сказали вела на я больше никому ладно я медленно направился в сторону кухни от мысли о еде умел из внезапно проснулся аппетит но где в холодном а холодильнике покупать я крикнул юли яичницу будешь ну наверное я начал готовить однако все же интересно получается сейчас со мной происходит фантастическое необъяснимые события а его так просто стою и делаю ужин можно сказать надеюсь на вось типичная русская черта да тем не менее совершенно уверен ничего страшного не случится а если что юлия меня защитит хоть она и говорит что многого не узнает наверняка политический момент я смогу на нее положиться ведь все больше просто ненкова есть еще вчера от меня ничего не зависело то я хотя бы примерно представлял что происходит а теперь остается только подкинуться поудобнее на спинку кресла и ждать к закончится инсталляция звук конечно шикарный и натер сыр добавил майонез посолил поперчил и вылил хорошо размешанную массу на сковородку владельки еще нашлась колбаса и она полки рядом батон хлеба вскоре мы уже сидели и молча плитали горячую яичницу вкусно ничего особенного обломовки такой ужин никогда такого не ела наверное лучше грибов и орехов сойдет недовольно ответил юля когда я съеду и все было по почте я сказал просто что нити про себя что ли ну хотя тебе наверно ничего наверное ну скоро сколько времени тоже здесь не знаю давно но ты вообще человек но наверное а как же тогда ты можешь одновременно в разных местах это сложно объяснить я сама толком не понимаю давайте считать что здесь сейчас перед тобой я единственная такое допущение мог принять конце концов многоликость юли хоть и была одной из многочисленных загадок всего происходящего но далеко не главный так по крайней мере думал я хорошо предположим а что ты вообще знаешь о мире и сочетать я умею если об этом она рассмеялась не совсем об этом ты знаешь где находится лагерь нет когда может быть знаешь что я не отсюда не из этого времени не из этой реальности ну знаю но без подробностей если я спрошу какой сейчас год я не отвечу я глубоко вздохнул и уставился в окно в общем можешь считать что в чем-то я разбираюсь лучше себя в чем-то хуже и что же нам делать ждать я уже говорила ждать и чем займемся а что предлагаешь не знаю но поделилась как-то не хочется то уж прости ладно ладно может тогда про себя что-нибудь расскажешь давай сейчас ну как хочется что тогда не знаю можно просто сидеть и ждать я например не против это же так скучно я не вижу каких-то альтернатив идем тогда пойдем на задумалась я внимательно смотря на юлю похоже на действительно не находится все происходящее забавным более того сложившись ситуации не кажется странный если верить ее словам то в этот момент нет ничего необычного ты же понимаешь все что происходит для меня не совсем нормально я даже там не понимаю почему сейчас не сижу где-нибудь под кроватью трясать от каждого шороха учиться ты смелый я ничего не ответила лишь ухмыльнулся придумала я внимательно смотрел не и нет опять забыла юли почесала ушки а нет вспомнил пойдем купаться есть недоверие посмотрел не и может все таки лучше спать но задумался на действительную надея прилично вспотел об такой жаре чистом заснуть будет куда легче пойдем через пару минут мы вышли на пляж я валежно развалился на песке посолил на речку я тут же разморил от чего бы сеть знаешь я вообще-то не очень купаться люблю значит плавать не умеешь юля села рядом но не то чтобы не умею да и вообще при чем тут это ладно пионеры но город такого город исчез не знаю я уже говорила пойдем лучше купаться не хочу никогда не любил чисто признаваться что плавится змея никудышный да ладно тебе пойдем у берега плескаешься ладно только за плавками схожу или похоже не слушал меня и начала раздеваться это это что прям так собираешься плавать да что я успел вовремя отвернуться не стесняешься я старался говорить как можно спокойнее но все лицо горело именно поэтому они с приличия я смог не смотрел нее того тебя она рассмеялась ну знаешь что я обернулся юля уже стояла по шее воде иди сюда я решил что ничего плохого не будет если я останусь в трусах раздеваться и разделся и залез в воду холодно ты двигайся согреешься вот так она начала прыгать в паде и махать руками я все еще не мог отойти это смущение и как-то покраснел возволнованно сказал юля а ты думала все такие рядом со мной голая девочка девушка гуманоид женского пола и и все а я вернулся в ту секунду почувствовал как юля обняла меня понятно можно это тоже кадр взять или тот лучше не знаю как это у тебя кажется залож на программу я понимаю что несу полный бред но что-то более осмысленными голову просто не приходило что ну это ты понимаешь внезапно я осознал что меня сзади обнимает голая омнепонентное что это за слово существо способны прибавить не таких реалистов одновременно в мозгу мгновенно начали засыпаться ошибки о нехватке системных ресурсов и операционной системы выдала синий экран ноги с нами собой подкатились и начал уходить под воду юля поддержала меня но здесь ты тонуть не обязательно на все также обнимал меня кажется даже крепче что ты собираешься делать купаться очевидно же то есть ты ни на что не намекаешь я попытался предать своему голосу максимально спокойное выражение на вышло не очень например ну ты хоть много не понимаешь но в основном ведешь себя весьма адекватно а значит должна понимать но не знаю лукаватой тела и завтра почувствовал как что-то отбилось вокруг моего живота лол стоит что я попытался прянуть но юлик подержалами а можно в воде физика движение совсем не такая на суши это всего лишь мой пост вот то ты не находишь страну что он у тебя вообще есть а что мне прикажешь еще без хвоста ходить уши лапой хвост вот мои аргументы подожди-ка и на секунду замолчал пытаясь формулировать возникшую идею то есть ты тоже смотрел мульт какой такой мульт мультфильм но тут твоя цитата да это просто она вдруг задумалась ну так ведь говорят только сипа то есть ты не знаешь откуда ты не отдай какая разница смеялась юля ее хвост продолжал следовать мое тело что это очень странно получается у юли все же есть память о том что с ней было до лагеря она где-то скрыто спит можно сказать утоната стату взяла конечно возможно услышав услышал какого-то из пионеров но в это верил с трудом вывод 1 юля скорее всего такой же пленник этого лаги как и я пусть и более загадочный дальше все случилось само собой даже если то что я собирался сделать и было попросту опасно и живой человек в конце концов когда юля не была для меня всемогущим существом твоих объятиях я сжимал обычную девочку все секас и отнес спящую юликсер домик она казалась на удивление легкой положил ее на кровать я сам повалился рядом и закрыл глаза однако сон не шел никакую ужасно хотел спить и как чтобы не будить юлия стал кровати натянул шорта и вышел из домика по дороге дому вальников я размышлял обо всем произошедшем нет правильность или неправильность моего поступка вы не было главным вопросом и оставался на мысли что у меня просто не было выбора в той ситуации что это очень странно смысле не было выбора и ладно важнее другое возможно последствия если даже юлия мало чем отличается от меня она может сказать ближе к тому кто или что за этим всем у него не было выбора это умение был выбора у него то был мне не появлялся окошко типа чего выбрать хотя бы потому что знает больше меня а значит впрочем строить догадки в этом лагере занята неблагодар занятия неблагодарны в этом я уже успел убедиться золь напившись я пол и ополоснувшись я шел назад в домику вожатый на свистовый отрывок из пера гюнга гюнта грига как вдруг с меня за тактикту как его это я подскочил на месте обернулся увидел писала пионера и на те не было никакой возможности отглядеть его лицо это же опять ты то я не смысле что я это тот я который ты видел а смысле кто вообще это я блин можно нормально разговаривать и не понимаю у меня слова юлия о том что он не может причинить миг по физического ряда и я немного успокоился ну и не надо а я вот видел как вы у меня мурашки пробежали по коже да брось ты бы фантастической ситуации не находился всегда неприятно когда тебя застукивает за чем-то столь интимным а те разве не говорили что подглядывать нехорошо ты расстроен не с чего бы я фыркнул и встал к нему в полоборота тщетно селись разглядеть его лицо ну и что те та ушастая рассказала у нее вообще-то имя есть я чувствовал сильно привязанность юли поэтому не раздумываясь и заступился за нее имя и какое же всемогущий наблюдатель многолитий янус юля не уверен сказал я юля он даже заржал какой и кто же его придумал ты не бойся ладно говоришь ухотел и проваливай хорошо хорошо ваше величество только не серчайте он неумело поклонился этот речи был настолько гротесно помен всего передернул почти это юля рассказала я решил что нет смысла скрывать то что узнал недавно конце концов для не все его все вряд ли это станет новостью что есть еще много таких лагерей что ты такой же как и я что после 7 дней мы уезжаем и больше не возвращаемся не было противно объеди объединять себя с ним в эту категорию но факт оставался фактом да все верно в общем а что ты рассказал про себя это твое дело как считаешь да и наверняка ты без меня все прекрасно знаешь что-то зная конечно приходилось не сталкиваться и вот он не получал такая безгривость я был не намерен дальше продолжать разговор ладно если эти я больше ничего нету подожди я еще не закончил и что еще больше те расскажут что он отец крыла давай я был уверен что юля ничего от меня не скрывала на моем положении любая информация будет полезно не возвращается нет они возвращаются и ты возвращаешься по крайней мере возвращался не понимать я уже те говорил что ты здесь не был ни раз так вот по 7 дней уезжаешь ли ты или просто засыпаешь лицу и обязательно ты оказываешься в автобусе 40 маршрута но как же она говорил что мы просто считаем так я не говорил не ответил ну и не станут утверждать что она врет может быть действительно не знает но все именно так я ты мы были здесь много раз внешне значительно больше но в сути явление не меняет хорошо почему тогда ничего не помню помнишь однажды я это вспомнил и ты говоришь отсюда нет выхода именно так но то что случилось сегодня я помню ты там говорил такого раньше не было не было и как же ты сможет объяснить они как надеюсь что-то изменить так вот ничего подобного это мы еще посмотрим я решительно развернулся направился прочь удивление пионер не стал меня останавливать вернувшись домик и это то юли тщательно расчетывающий свой хвост опять с ним говорил от откуда знаешь на секунду у меня появилась появились сомнения просто догадалась скорее всего он должен был появляться когда ты настаешься один ну да и сказал что никто не исчезает что мы возвращаемся и ничего не ответила ведь это не так против я не знаю я сел на кровати рядом с ней задумался не знаю сколько мы так сидели но скорее начал засыпать пойдем на звезды смотреть пойдем хоть хотелось ужасно но я щел какую-то недосказанность и завершенность и на она свежем воздухе думается лучше через пару минут мы вышли на площадь ой тоже можно взять стать даже то лучше тут текст будет вот тут циферка здесь где-то вообще идеальный кадр может быть укеивать возьму если он скамейку а юля положил голову мне на колени и уставилась на небо красиво да мы довольно долго сидели молча чтобы завтра о чем но завтра же седьмой день значит надо уезжать хочешь уехать отсюда внезапно в мозгу пострельного мысль я уже много раз слышал этот вопрос если верить тебе ему то не хочу должен когда уедем она улыбнулась поедешь со мной конечно также просто все что-то меня из вообще сделала на мне жениться обязан не знаю ни одного загса который регистрировал бы браке с девочками кошками а мы поищем ладно серьезно что будет завтра ночью придет автобус очень придет совершенно точно всегда приходит и и мы сядем него а потом ты глупый вопрос создаешь возьмутил с юля откуда меня знать но предположили и вернемся в твой мир было бы и осёкся посмотрим вздохнул я пишет и со своей многоликостью это же дети я такая правда а там я буду просто собой ага с ушами и хвостом юля больно ударил меня под ребра да я пошутил просто секундочку я там остановил запись или нет может быть и без хвоста грустно странно да нет он мне нравится ты не подумай ничего такого ничего не ответил лишь закрыл глаза как там как пусть это по-другому лучшее определение что это лучше что-то хуже есть интернет так секундочку я гляну кое-что откройте пожалуйста не тут вот тут компьютер он записывается ты забыл а нашел так лето 2 значит все нормально все нормально сейчас 20 мне должно быть я откликнулся а что там буду делать я но не знаю давай решать проблему по мере вступления хорошо мы еще долго сидели болтая всяких глупостях наконец юля сказала пойдем спать да уже давно пора нами накатила ужасная усталость завтра на собираю собираться от нее собирать ничего ничего не собирать а мне вот есть что знаешь ли например бездомно успехнулся я просто не могу представить что же у нее может быть из вещей а также запаса на зиму яблоки орехи грибы ты думаешь тебе это все действительно пригодится конечно она вскочил грозным сарелами и идут спать и ты как хочешь такими словами юля бойко зашагала в сторону домика вожатой и даяние я бросился за ней зайдя в домик юля разделась и залезла в сголы с головой под одеяло слушай да я не хотел ничего такого если нужно заберем все твои запасы конце концов может быть нам они действительно пригодятся в моем положении ничего исключать нельзя я пошутила она высунулся под взял и показал мне язык а сейчас спать скомандовала юля и не стала возражаться разделся лег рядом с ней и мы заснули в обнимку даже представить не могу когда мост есть девушки вообще не могут представить что мне снился странный сон нет самое мое пребывание в этом лагере было высшей степени странным несравнимым ни с какими ночными грезами однако во сне все казалось таким реальным что проснувшись я почти ничего не смог вспомнить остались только смутные образы длин длин дороги старого провожатого автобуса провожа проржавевшего автобуса покосившийся ворот лагеря обрушившийся стату пионеров и заброшенной площади я бегал по словенку и взад и вперед словно в стиле с найти кого-то но кого именно осталось для меня тайный когда я проснулся солнце уже отклонился закат яркий луч и выхватывал из тишины домика разноцветную пыль раскрашусь ее ими цветами я радуги блики за на стеклах принимали разные причудливые очертания посмотришь под одним углом солнечный сдащик по другим пиратской обрегает бригантина идущий на абордаж я лениво потянулся и зевнул блин ладно это же это сделал кадр почему бы и нет а у меня типа платье порванные что повернулся на другой блок я увидел мирно спящая рядом со мной июля доброе утро сказала юля не открывай глаза уже день у человека утрак тогда когда он просыпается логично вообще блин такой логике не поспоришь ты почему опоздал на работу у меня утро когда я просыпаюсь работа начинается утром ты говоришь прямо как я раньше то и сейчас вот ты бы такого не сказал но не знаю просто за последнюю неделю уже привык вставать по утрам это было не совсем правда так как не всегда я просыпался с охотом солнца да и линейки пропускалась стабильно просто это изменился она хихикнул я думаю любой человек на моем месте хотя бы не могут немного да изменился мне казалось это вполне естественно на пожалуй спорить не буду наступило долгое молчание такое когда не мучает необходимость что-то сказать чтобы прервать гнетущую тишину подобные молчания многозначительные любых слов ну сегодня уезжать наконец спросил я думаю моют что да думаешь что есть и не уверена до конца нет такой же происходит впервые и про исчезновение пионеров не только она встала с кровати начала одеваться даже одеты то что было надеваться спрос из дворожона смотрел на нее не в силах отрывать взгляд то ставился вставай пора собираться и про ягоды и грибы конечно юля подперла бока руками и недовольно посмотрел на меня или ты хочешь чтобы за все запасы пропали нет не хочу конечно правде говоря мне было совершенно наплевать у них конечно я просто не видел смысл запасаться едой путешествий в один конец по крайней мере без абраматного билета уж точно а если это билет в один конец на неопитаемый остров там или место где мало еды спустя пару минут мы стояли на той же лесной поляне где юля позавчера посыпала грибок сахаром она зашла за дерево откинула в сторону листву и достал из тайника увесистый мешок и это это еще не все здесь только самый необычный необходимый культурных слов на ответ у меня не нашлось поэтому я решил промолчать мешки были грибы я когда яблоки орехи все в перемешку у меня сразу же возникли серьезные опасения за безопасность употребления в пище этой солянки неси охеренно непринужденно улыбнув сказал юля показываем не пальцем на мешок и ты же понимаешь что я не смогу ничего ничего ты здоровый вон какой вымахал наказала руками нашу разницу в росте я попытался припадить мешок он весел как минимум килограмму 230 нихера все слушай давай хотя бы часть возьмем все равно еще не съедим пытался отхитрить чему же в таких края зимы длинные тебе откуда знать догадываясь я пытался скорчить самую страдальческую гримасу на который только был способен я вот донесу в лучшем случае до до площади пожалеем я юля задумалась план тогда вакидывай ягоды то есть самый лучший отличное решение избавиться от самого легкого однако возвращать я не стал и запустил руку в мешок не сильно легче стало но я закончу все годами ничего не знаю я сдохнул я бессильно опустился на землю рядом с мешком давайте нанести по унести по очереди но уже тяжелый воскликнул юля а я тебе про что смысле тяжело для меня а для меня как будто легкий попробуем пробуем я себе поднос стараюсь чтобы юля не услышала легкий похоже не стоило недооценивать с кошачий кошачий слух ладно давай вернемся сюда попозже я сейчас неплохо бы неплохо бы и поесть но наверное она улыбнулась и потянула мне руку слова пахло жареной картошкой юля крутилась вокруг меня и смотрела какие готовы по правде говоря мне когда это занятие не доставляло какое-либо удовольствие всегда хотелось есть сразу и не ждать пока будут подготовлены все ингредиенты и битва до плавут пельмени поэтому раньше часто обходился бутербродами или фастфудом хорошо тебя получается я же говорю что тут ничего особенного но но оси селилась подобрать слова но все равно хорошо и разу тебе нравится конечно а как же судя по тому как юля уплетала картошку и правда пришлось по вкусу с моя нехитрая степня волнуешься сначала прожуй потом говори грубиян надо уметь себя вести в приличном обществе а ты где видишь здесь общество юля развела руками по странам и засмеялась действительно столовая была пуста как и весь лагерь как думаешь куда все исчезли откуда мне знать она подцепила вилкой последний кусочек и лобка отправила его все в рот скучаешь в этой мере а как же я езжу лучше собаки но это очевидно опять статок 1 квадрата не стал обращать на это особого внимания учитывает то что ты вроде как кошка точно лучше тебе одиноко но я же не один настолько двое но если бы не произошло то что произошло мы может быть на секунду замолчал значит других реальности ты со мной не общалась так ясно закончила за меня юля да нет странно чему потому что лагерей много как ты говоришь и и по теории вероятности значит то что произошло с нами за последние два дня вообще из ряда вон как будто что-то плохое нет конечно я почувствовал как кровь прилила голове просто странно тут много странного поэтому я так часто употреблять слова да и вообще ты придираешься я да и когда смеялась прикольно добавлю нет именно придираешься особенно к словам зачем мне все придираться не знаю это тебе виднее кажется на любой мой аргумент у нее был уже готов ответ будто она знала наперед что я буду говорить ладно пойдем куда я понял что это заряд сказал теперь она точно меня потащит за эти мешком ну да автобус еще долго покажет пока можно а точно запасы я лишь по часа подбородок подбородок и побежденный направился за ней нести без малого 25 килограмм нелегко даже и на большее расстояние и остановился через каждые 50 метров чтобы отдохнуть юля подгоняла подбадривал меня однако от этого место но только хуже не знаю выиграл ли я медали на коммунити в виде спорта но спустя примерно час мешок был транспортирован на автобусную кнопку я в изнеможении упал рядом с ним все вот видишь какой молодец ты боялся все тело ныло мышцы горели со лба рекой не лился пот и разъедая глаза не знаю какая награда мне полагается но это сфере соревнование было похоже больше похоже на олимпиаду умственно отстало хоть я и выиграл я все равно подъебил смотри а вон и автобус едет что я скачу устала словно рукой с него вдалеке действительно что-то виднелось я прищурился и разглядел и карус но почему юля же говорил что он приедет только ближе к ночи да и ждал я лязик вскоре автобус на поравнялся с нами и распахнул дверь приглашая нас внутрь водительское место было пусто но меня это не сильно удивило тот случай тут случается более странные вещи пошли юля легко вскочила первую ступеньку и жестом пригласил меня поставить за ней ты не кажется странным что автобусы ездить сами по себе но она задумывалась это конечно странно но ты же там говорю что тут много странного да тут она была права конце концов выбора у меня не оставалось в любом случае я не знаю что произойдет если останусь здесь или если зайду внутрь во втором варианте у меня есть хотя бы призрачная одежда вырваться из этого лагеря и отдохнула из последних сил поднялась мешок и шагнул на ступень мы ехали уже час или все это время о чем-то непрерывно болтал но я и не слушал я внимательно рассмотрел через окно мелькающий пейзаж леса поля речка леса поля совершенно ничего не подозрительного одной стороны это веяло телял какую-то надежду с другой было признакам того что в итоге ничего не изменится так как в этом мире похоже все идет медленно и размеренно и по своим устоявшимся правилам так было по крайней мере еще несколько дней назад хотя как я могу студить пробыв здесь всего неделю ну вот теперь я уверен и все будет хорошо я внимательно посолил нее шачи уши ритмичный дергающий взад вперед длинный хвост несколько увеличенные клыки сейчас юли казалось персонажем и сказки однако что делаете в ней в реальном мире можно решить и потом я весь превратился в одну большую пульсирующую вену готовы в любой момент лопнуть я ждал ждал что чем всем это закончится итог мог быть любым для меня было важно не сойти с ума раньше времени я жал нервы в узду и старался не думать ни о чем не отлично не получалось эй ты меня слушаешь нет простей задумался ну вот так всегда назад надулась сейчас такой момент понимаешь можем вырваться уехать этого лагеря в общем важный для меня момент но я для меня важную я же не волнуюсь просто тебе не чем сравнивать ты про что я до этого жил в другом мире реальном как тогда казалось а что мне есть с чем сравнить этот лагерь а ты можешь сказать родила здесь ничего я здесь не родилась откуда знаешь просто знаю это я знаю особо смирно подпрыгивал на почку все сильнее укачивая меня рулевое колесо крутила саму к себе и вскоре я перестал замечать отсутствие водителя глаза начали закрываться и я задремал эта девушка склонилась надо мной она что-то нежное нашептала мне на ухо настолько нежно что я почувствовал сильный удар по голове и не спи а что смешаю возмутился я потираю ушибленное место и меня не слушаешь если мы выберу здесь мы верюся отсюда у нас будет много времени для разговоров если если а если не выберемся да будет еще больше пытался улыбнуться но идея о том что мы все-таки не сможем покинуть лагерь настолько испугал меня что на лице появилась лишь глупые гримасы вот хорошо если выберемся а то в твоем мире я конечно знаю что там и как но со сильными внимание обращать не будешь буду обещаю я нежно обнял ее честно 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 юля прижалась ко мне и слушать меня будешь конечно и соглашаться самое будешь обязательно она отодвинуться и внимательно посмотрел на меня ладно тогда прощаю салон автобуса огласил громкий смех но смотри если забудешь или пытаешься обмануть будет хуже ваш контракт подпишем брачный да у меня имущество никакого нет а у меня вот есть или показал пальцем на мешок валяющийся в пароходе ладно тогда я пытался вспомнить что было куплено на мои деньги тогда вот я достал карманом телефон этому времени он уже совсем разрядился а что это и попасть он сказал юлия взяв мобильник моем мире это очень полезная штука можно общаться над людьми на расстоянии ух ты как круто отлично подойдет она положил телефон на сиденье когда по рукам моей стороны запасы на диму с твоей вот эта штука ладно теперь мы выше жена она хитро улыбнулась и подожди я внезапно вспомнил что вся эта тема начинается как раз с брачного контракта какая тема любом случае без официальной регистрации это было сейчас вот приедем в твой мир из-за реки ряги в общем сделаем что-то там если приедем конечно июль ничего не ответила лишь 1 кифров уставилась куда-то вперед я посадил за ее взглядом понял что салон автобусы набить людьми стени были в пионерской форме все они похожи на того пионера никто не прорву ни слова они лишь безмолвно смотрели в мою сторону и не мог разглядеть лица одежду эту фигуру да но лица скрывались непонятно откуда взявшись эти не казаться там делал обычно человек глава у них приходит примостилась миниатюрная черная дыра мне начало трясти по спине побежали мурашки юрий сильно жала мою руку титаническим усилием волей заставила себя посмотреть в ее сторону она тоже была крайне напугана в этот момент будь я один возможно упал бы в обморок в этот момент но теперь еще ответственность не только за свою жизнь то вы такие трудом выдвинул я из себя пионеры сохранили ужасающие молчание стал тяжел дышать я жадно ловил ртом воздух однако мозг отказался работать в условиях нехватки кислорода и я на секунду потерял сознание что вы что вам надо придя себя услышали крик юли с первого сединения медленно стал пионер подошел к нам привет семён а мы вот тоже решили вернуться домой тоже тоже автобус напомнился хором голосов поставить тебе компанию я не знал что сказать то что сейчас происходило со мной было самым странным за все время проведения в лагере не юли не до город не исчезновение пионеров нет страны никто ты еще передо мной никакой сравнение шли с этим я создал тебе вопрос похоже юля была состоянии говорить не мудрю но в конце концов она тоже являлась так сказать сказочным существом мы просто едем домой повторяю его голос прозвучал надрывно или мы вам мешаем мешая мешаем что-то себе от нас надо совершенно ничего 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 не верят я знаю ты все это не просто так делаешь это всего лишь твой дом отцы животные я хотя бы животно ты кто призрак тень может и так но призраков тоже есть права хотя есть право убрать отсюда на хрен ни хрена сена жесткая дизапсы юлия закричал так что у меня заложил лучше однако не пионер не его спутники никак не отреагировали пошло бы все же остались и хирно сказал он ну как те удалось и остальные эндик нашел все силы заговорить очень просто мой дорогой друг коллективе разум слышал о таком и что а то что мы все одновременно захотели пожелать тебе удачи вот и все удачи удачи лично так сказать именно поэтому мы здесь но чтобы и дальше честно говоря не знаю убирайся ну и за рау юля спокойствие только спокойствие это тоже разговаривает этими этапами вырубился понимаешь он вновь обратился ко мне не буду скрывать у тебя сейчас есть неплохой шанс вырваться отсюда не знаю точно почему он твои действия нарушили цикл точнее циклы и наши циклы есть опасение что мы не сможем вновь через каждые семь дней уезжать из лагеря а на восьмой возвращаться обратно просыпаться в этом автобусе ну и не возвращайтесь сдохните вообще не все так просто да и к тому же почему у нас не может быть инстинкта самосохранения может же может же обратился он к пионерам может может послушался в ответ так что мы решили оставить вам компанию теперь либо мы выберемся все вместе либо с этим навсегда но тоже вместе ли вы пойдем на очевидный итог и три варианта для нас приемлемы а если из вас мы погибнем но погибнет не только вы погибает так с музыкой 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 или ты считаешь нашей жизни он рассмеялся хотя какие-то жизни 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 не так важны как вашу юли не наш ответить и не думаю что мы здесь все на самом деле над город больше не все поместились но билетов на этот рейс хватило всем смысле и и злобно шипела юля а теперь уже поздно предлагаю вам успокоиться наслаждаться полетом через несколько минут стюардессы предложат вам еду и напитки он успехнулся и медленно направился на свое место или вскочил но я остановил ее пусти да я его не надо что мы сможем ему сделать да и что это даст она удивленно посмотрел на меня но все же слева и что предлагаешь ничего не делается и просто ждать а что мы можем не знаю но просто так сидеть однако за все время в этом лагере я понял точно от меня мало что зависит точнее вообще ничего особенно сейчас особенно здесь конечно я даже предположить не могу что можно сделать чтобы выгнать их отсюда но даже если бы и знал уверенно ничего бы не изменилось не повлияло бы на конечный результат а значит и прав грустно сказала юля так что мы можем лишь ждать ждать осталось недолго она положила мин голову на плечо мы ехали так долго что казалось прошло целая вечность он успел оттеть наступил ночь и кончили с часами минуты годами пионеры хранили грубовое молчание и даже тот надменный больше не пытался с нами заговорить точно было громче любого крика достаточно простого хлопка и мои барабанные перепонки взорвутся от напряжения мы с юлей тоже молчали этот день был сказано все но больше не осталось я чувствовал тебя совершенно опустошенным голова была тяжелая как венец и казалось что я уже умер но вам не забыл забыл чёрт чё и чёрт и бог и мне предстоит предстоит остаток вечности провести наедине с собой в этой безмолвной толпе пионер действительно ли они мои коллеги по несчастью неужели они тоже тоже попаливает пионерлагерь провели там неделю потом уехали и потом опять все по новой может быть все это было и со мной говорил тут пионер и возможно я с возможно все я услышал тихая посапывание юли она заснула видим такое напряжение для нее было слишком а можно и до расходовала всю энергию на крик в любом случае вас не ждать конца лучше и сейчас бы я абсолютно уверен что это именно конец глупо надеяться что стою история на краю пропасти в окружении полчищ врагов да это конец стать это конец основной части которая будет проходить и даже если есть хотя бы минимальный шанс на спасение о нем будешь думать в последнюю очередь может не так может нас на моем месте кто-нибудь другой сохранил бы больше оптимизма не оставалось делать лишь один последний шаг зачем ведь это не лестница а эскалатор меня в любом случае довезут до конца это на круглого знает уже в сознании покинул меня я забыл соснов неизвестно только на час или на веки и личная прямая финишная прямая пустота не самое лучше место для размышлений когда нет ничего исчезает сама сущность привычного на мира конце концов мысль это тоже его часть пусть и нематериальные сложно представить место где кончается событие по крайней мере осознать подобное человеку дано не дано пустота не самое лучшее место для размышления я очнулся в кромешной тьме вернее ко мне вернулось восприятие тебя как личности больше же ничего не было ни вокруг ни внутри я словно перестал существовать был ли стерт из селены но не умер нет это было нечто совсем другое как будто из трехмерного пространства я перенесся в одномерное весь мир сузился до размера одной точки регулярности . было мной было всем и был всем и был ничем однако вот крошечный клочок уменьшилось мое сознание темы вспоминаний на и душа я не боялся может быть потому что было бессмысленно а может просто еще не понял что происходит ощущение времени здесь потеряны тут попросту не существует такого понятия поэтому сказать сколько времени я пробыл в этой пустоте было невозможно наконец спустя час или год я начал услышать слышать тихий голос слов разобрать и не мог но был уверен что обращается именно ко мне больше собственно и никому семён имен да он вздев телефон трубку ответил я при этом познакомиться вот звучало совсем рядом хотя можно знакомы вот и я это ты я умер нет ни в коем случае голос говорил спокойно словно беседовать со старым другом тоже только со мной и завершил свой путь такой путь и смог выбраться из лагеря лагеря да я помню пейер лагеря совенок везапно все последние семь дней явно ступы и умер перед глазами и то как я уезжал оттуда вместе с юлей а где юля да она здесь я смотрелся на вокруг была пустота я не вижу и не должен видеть тоже чувствовать я совершенно не волновался как будто отходил от наркоза я не чувствую ничего не чувствую и не надо лишь тебе надо лишь вспомнить и после этих слов тысяч картины образов запахов мыслей и чувств плыви у меня в голове точно лагерь и все действительно уже был там со славей с леной с алисой с ульянкой с машей и потом ну как ведь я точно помню что уехал оттуда и вернулся в реальный мир а потом встретил на остановке славе нет точнее ульянка в институте то нет алису на концерте но ведь я прожил много лет с леной нет у меня была совсем другая жизнь с машей так что к возможно я в мельчайших подробностях помню все события которых хватит как минимум на пять жизней но ведь все они происходили параллельно и тем не менее они реальны я уверен так на все это действительно было с тобой ну как ты уезжал в лагере но не один раз потом был нормальной жизнью потом возвращался назад и опять уезжал то есть я как бы умирал и возрождался нет может читать это все все это происходило одновременно я не понимаю а те не надо а кто тогда те других пионеры это тоже ты другие стороны тебя я не понимаю каждый человек это бесконечной вселенной а это что-то типа головоломки головоломки да а нет и того как как он тебя себя поведет в той или иной ситуации зависит в дальнейшей судьба и помнишьте с пять раз который потому что тогда же сделал что-то что было тебе выбраться из лагеря другие твои воплощения где-то поступили по-другому вот и все все просто не совсем не казалось простым и что это за лагерь можешь считать его испытательным полигоном а кто-то такой я это ты но много времени спустя времени не в твоем понимании я выше вас всех может стать мне главным семеном получается ты все это затеял это не совсем верно и что случилось произошло не по моей воле но этими событиями я могу управлять но зачем от разве против и задумался по крайней мере настолько это было возможно столь а думар а дурманин состоянии что такое да не знаю если вы все дали вам сейчас выбор а ты знаешь и помнишь все ты бы решил вернуться в точку отчета и забыть обо всем не знаю сейчас не был готов однозначно ответить на такой сложный вопрос ну а где все-таки юля она здесь где внутри тебя как-то юля зато внутренний мир твое подсознание обрезшая форму его слова просто не укладывали смел в голове поэтому она не смогла выйти той концовки предыдущий окей тебе не стоит стараться понять я уже говорил но я чувствовал что скучаю по ней не бойся она всегда будет с тобой наверное не такого и единения хотелось вчера ведь сложнее всего принимать синие заклятым врагом а самим собой и тебе это удалось если ты хочешь любить ее тебе придется научиться любить себя впрочем хватит тебя а мне пора уходить подожди а что будет со мной и вернешь назад я уже не понимал что реально что нет да и сколько этих реальностей куда это значит только тебя я не понимаю сейчас ты вспомнил все возможные варианты развития событий он надолго замолчал мне не хотелось ничего и говорить чтобы не дай бог его случайно не за перебить значит у тебя есть как минимум пять вариантов и я буду помнить все это это тебе решать его голосе мелькнула тень какой-то эмоции то ли радости то ли недовольство прощай но я почувствовал что голос больше никогда не заговорить со мной время шло я пытался понять что делать дальше если так как он сказал то мне стоит всего лишь захотеть этом время совершенно успокоился можно сказать даже немного развея развеселился теперь то что я уверен что находится тихо что я точно уверен что наконец-то вырвался из этого заколдованного пейер лагеря тому же впереди мир ждется светлое будущее и не знал я помню в это но что выбрать я закрыл глаза и ясно увидел улыбающую славе навсегда мне помогала ни в чем не упрекала и легко и комфортно это встречи на остановке наверное никогда не задумался как с ней будет в реальной жизни а будет прекрасно я уверен лена за столько лет стала мне родной ведь и действительно помню все это время проведенное с ней помни наших детей помни минуту радости и горе помню все от такого сложного отказаться или алиса вам ним куз гитары и точно к нибудь скучно я тут в точно да с ней точно не будет скучно возможно я всегда мечтал именно такой веселой и беззаботной жизни а также о верном боевом подруге образ алисы моих мыслей полкова улыбает улыбнулся взрослевший ульянка тоже заказал неплохим вариантом конечно тогда в лагере я не воспринимал ее как женщину но теперь естественно в моем в ней много недостатков но в то же время что-то неотвратимо привлекает словно какая-то магия вообще нет вообще нет да и мику маша из той другой жизни она была дорога мне настоящим дорога может быть там лагерят всего лишь эпизод я совсем не такой как и в остальных вариантах но ведь это это желуд даже к лучшему новые возможности перспективы и любимый человек который знаешь как будто всю жизнь но все равно жаль что я больше никогда не увижу юлю и что увидишь у меня в голове звучал голый голос что ты где я тут он тебе говорил знала нет я поняла все только тогда когда мы попали сюда но ты согласна разве не будешь скучать конечно нет ведь я всегда будут тобой помнишь ты не обещал что да будешь со мной да так вот не смей нарушать обещание я прослежу не знаю придется ли мне с ней еще хоть раз разговаривать вот так наверное такого можно и с ума сойти но сейчас я счастлив хорошо не не забуду когда тебе остается это делать только выбор я почувствовал как юля исчезла крепшийся уберите моего разума что же пора я зажмурился и можно сохранение сделать здесь вот здесь прям о отлично секундочку я сделаю вот так чтобы я мог потом выбрать картинки набить зажмурился от яркого солнечного цвета но что удивительно ведь сумме это в дворе опять этот странный сон чему же он так часто мне снился последнее время может быть на то есть причины какие и нерлагерь девочки вожата да и я в лагерях никогда не был может просто не помнишь очень смешно ну а вдруг уж поверь я прекрасно помню все что со мной происходило лет с трех а до этого я вряд ли был сознательном возрасте ну допустим и так но все это явно не случайно да почему сразу не случайно вон есть люди которым всю жизнь каждую ночь снится черная кошка и ничего же ты что придумал не я ничего не подумать не придумывал читал недавно этот разговор башен но одно дело черной кошка совсем другое такой детальный сон ниже особой разницы хорошо что скажешь насчет того голоса голос и придет не придуривайся и в мыслях не было который говорил тебе сделать выбор ну волос ты что тоже ведь не так не просто это мы разговариваем с юлей получается как бы дает но я же ничего делать дальше не помню на этом сон навсегда заканчивается может и просто забываешь просыпаться просыпаясь может конечно но что not значит какой-то выбор все же ты все же сделал да я даже вариантов не помню я был и были ли они вообще должны были быть как же и как всегда даже не пытаешься серьезно относиться к важным вещам нашел тоже мне важную вещь ой ладно чтобы разговаривать и до сих пор я стал замечать что у меня началось что-то вроде твоей личности ай блин конечно внутренний внутренний монолог совершенно нормальное явление для любого человека но вот когда он превращается в диалог хотя бы клинической картины мне было еще далеко так как все же я разговаривал сам собой а не с другой личностью внутри меня может быть под осознанием впрочем все это неважно и погоди 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 а как-то назад вот тут и сходишь и x давайте по порядку снизу тащи машу с ней очень классная концовка если братья как мика ну вот ее точно музыку любит такая разговорчиво прикольный берет ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля это прикольно на самом деле я не всегда прямо разговорчивый поэтому могу просто стоит ходить и слушать спокойно поэтому прийти прикольно ульяна нет просто нет и все тут я не знаю но это тума сойдешь с ней это могут приколы прикольные типа мне кажется задолбает себя за жизнь но моем понимать лена лена прикольно спокойно и такая девушка она немного не в себе но возможно когда как сказать это на тебе доверяет что становится вообще абсолютно крутой а листа тоже нет ну типа нести веря не соскучишься мне кажется это ужас просто не знаю славя славя очень классная штука я юлия ничего не могу сказать ее диалоги прикольные окей ладно смотрите-ка я выберу юлю просто потому что на этот концовка шли как из по местам ставить даже не знаю наверно так клави все-таки потом лена потом юлию я не беру расчет не сложно что-то говорить она ничего не знает и таки разнать вот потом идет наверно маша все-таки потом алиса потом ульяна ульяна очень минира не нравится абсолютно беру юлию а юлию юлия валяется рядом с нами ой я перевернулся на другой бок печально перед глазами все еще горел слепящий солнце доброе утро доброе утро доброе утро ответил я ей выбор да какой вообще у меня выбор так эта серия будет называться финал если что но но я пройду то что вы сказали дел сишку который типа пионер лагеря и эта серия не будет двухчасовой потому что там дальше как бы другое это делись и здесь не будет собственная концовка что анти по выбор вот классный кадр мне нравится коммуникатор сделал тоже интересная концовка правда если бы я и не читал еще щиптом был не знаю мне кажется я буду этот концовку лучше сделал истинный чем ту прикольно это выбором вот это все это тоже хорошо в принципе тебе обе концовки просто по и не знаешь что это означает хороший плохо концов здесь плохая описан только хорошая блин похоже гайд кривой просто обалдеть насколько кривой даже не могу даже представить вот всех пока что нифига волосы с ней красивая власть я там ладно вот мы пройдем еще полный лс я не знаю сколько на часов это финал вот всем спасибо за просмотр ставим лайки подписывайся на канал оставляем комментарии заходим в группу там скриншот обзора сон треки ну и как обычно а